О, привет! Я думал тебя уже здесь не увижу. Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как и всегда. И мы дождались, наконец-то, новое, крутое, долгожданное обновление 2.2 на сервере, где добавили винил и куча много всего. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика этот волосатый дядька в шляпе. Конечно же скажешь, что на этом сервере есть уникальный промокод EVAN. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей и бип-статус на один день. Иди сдавай на права. И работа на своём мечту. Давно не виделись. Начнём с этого. Второе. Новое обновление Смотра Рэйдж. Давайте в этом ролике попробуем новую темку. Если в предыдущих всех роликах с обновлением мы сначала читали чинжлог, после чего ехали смотреть все обновления, то в этот раз давайте сразу будем смотреть обновления. Потому что в прошлых видосах я смотрел на статистику, что чинжлог почти никто не смотрит. Поэтому зачем нам париться и удлинять наш выпуск, если можно перейти сразу к самому интересному. Поэтому мы отправляемся к первой точке нашего обновления. Погнали. Значит, на сервере было очень много фиксов. И один из фиксов и дополнение, которое они добавили, что теперь люди, которые ездят в частном извозе, над их ником светится плашка такой таксиста. Ну, вы это увидите или увидели уже. Не знаю. Как знаешь, первая фишка, которую они добавили, это то, что можно выбирать место смерти. То есть это... Рядом есть копы. И что? У меня же звезды нет. Может, бах какой-то? Вот. Самое топовое, это то, что они добавили новую менюшку, место спавна после смерти. То есть, когда ты выполняешь задание своего бизнеса, и, например, мне вот отсюда, где мы только что умерли, надо ехать в Палета Бэй, чтобы там отвезти в мусорный бак вот этот компромат, да, и надо было ехать назад или перезаходить, то сейчас я могу просто нажать вот здесь и сразу заспауниться. В обновление также добавили новые жилые комплексы. Вот здесь, если не ошибаюсь, один, вот здесь один, и вот эти, скорее всего. Но 100% их уже раскупили, смысла нет. Также добавили новые дома. Хотя можем поехать посмотреть, но, мне кажется, перекупы не дремлят, они уже все, что можно было бы скупить, уже купили. Вот, кстати, плашка над игроками висит. Это, как бы, частный взвоз. Перекупы, как бы, не дремят. Оп-оп-оп, агентство недвижимости. Эх, блядь, разобрали нахуй! Это мое состояние, да? Не успел, блядь. Как-то так, да. Ну и, как бы, новая система банкоматов, то есть, они обновили само меню. То есть, как-то так оно выглядит, где сразу можно посмотреть наличные средства, банковский счет, донат, счет, снять в рублях, да. И оплатить штрафы, например. Давайте посмотрим, как это выглядит. Можно с доната оплачивать штрафы. Нихуя! Да, прикольно сделано, кстати. И с налички можно тоже сразу. Оп, не паримся. И теперь самое интересное, что в следующем обновлении нам завезут новую систему бизнесов. То есть, теперь каждый игрок сможет купить себе банкомат. Вот здесь где-то будет, я думаю, кнопочка. Он себе может купить банкомат и выставлять проценты от пополнения, снятия, банковских периодов, оплаты штрафов. То есть, вот здесь он может вот это все выставлять и с этого же зарабатывать. Вот. Поэтому, как, блядь, почему так мало FPS? Блин, ну, кстати, моделька монетки очень прикольная. Так что ждем обязательно следующее обновление. Не пропускаем, залетаем и покупаем банкоматы. Следующее нововведение это в инвентаре. То есть, они убрали инструменты вот здесь. То есть, сейчас мы можем вот так использовать нож сразу же. Вот. Или убрать. И не надо нам его перетаскивать сюда. Мы можем его также засунуть в какой-то быстрый слот и уже вот где-то здесь использовать. Кроме этого, было добавлено очень много одежды в обычные магазины. Бинко, Субурбан, Понс Боинси, Чекаут. Ну, обычные магазины, вот эти разноцветные, да, не донатные. Было добавлено очень много одежды. Да давайте так, по-быстрому. 65 новых женских часов, 323 новых женских браслетов, 254 маски в магазин масок, 582 мужских шапки, 450 женских шапок, 668 мужских верхов, 503 женских верхов, 243 мужских штанов, 268 женских штанов, 69 пар мужской обуви, 127 пар мужских женских обуви. Надеюсь, быстро рассказал, но реально одежды очень много. И наконец-то вот этот бомж, где? Вот этот, который по центру как-то приоденется. Кроме этого, добавили новые татуировки. Все татуировки, которые существуют в Китай опять онлайн, перенесли на этот сервер. Кстати, на сервер добавили новые достижения для юридических лиц. Значит, достижения... Где это делать? Мои достижения, вот. Значит, новые достижения юридических лиц. Это новая фирма, регистрация новых фирм. Конечно же, кто перед этим создавал фирму, это считаться не будет. 25, 50, 75, 100, ну как вы видите, вот какие-то такие бонусы. Частный извоз, перевоз пассажиров. Но это уже имба, но вы посмотрите, сколько здесь тысяч пассажиров, это капец. Вот, и грузоперевозки по рейсам. Ну, тоже, в принципе, вот как-то так. Давайте, пока мы здесь находимся, сразу же зайдем в колесо удачи. Здесь они добавили новые автомобили и новые кейсы. Дальше, и броники, это где? Скины на оружие тоже новые добавили, там молнии розовые всякие. И добавили в эксклюзивы СБП новый кейс, который называется осень 2023. 900 единиц доната. Так, блять, подожди, как не прокрутить? Сейчас, вот, добавили маски, очки. Я не помню, кстати, они были, не были, впервые, если честно, вижу их. И вот эти футболки, майки, шорты. Да вот это прикольно, и вот это прикольно. Да вот такие скины я бы купил, если честно. Значит, новые автомобили в элитном нам добавили. В Феррари Пурасанж, который будет стоить тоже овер до хера, да? И вроде все. В премиум кейс нам добавили Mercedes E63 Estate. То есть, это Ешка универсальная. Кстати, я же вам рассказывал про новые тачки, но забыл сказать вам про новый батлпастник, конечно же. Конечно же, я не знаю, буду ли его покупать или нет. Время у меня нет особо за дротик, как вы видите. Поэтому, скорее всего, нет. Стоит 999 рублей, ничего не поменялось. XM на фотографии. Все, что поменялось, это опять поменялась у нас. Логика его прохождения. Теперь, как и в первом сезоне, у нас есть главы. И в каждой главе есть по 10 заданий. И задания там на уровне искусства интеллекта для вас выбираются, да? Мне просто там кажется какой-то рандомайзер, то писан и все. И самое прикольное то, что мы можем посмотреть награды. То есть, не покупая батлпаст, мы можем посмотреть награды. Значит, у нас есть 3 кейса. Я так понимаю, это 3 кейса с одеждой. Ну да, обычные такие, которые можно открыть. А, здесь вообще почти ничего нет. Смокинги только. Ну, уже сумочки. Вот это уже по-мажорнее. Это уже определенно по-мажорнее. Обувь у нас есть. Штаны неоновые. Олимпийки и футболки. Новые скины на одежду. Прям, прям секс. Прям очень охренные. И третий кейс. Здесь вообще должно быть что-то имбовое. На самом деле, здесь то самое, что и во втором. Только более яркие цвета. Насколько я понимаю. Очень много обуви. Кроксы. Ну и сумки. Да, просто более яркие цвета и более популярные бренды. Знаешь, за прохождение первой главы у нас всего 8 глав. За прохождение первой главы ты получишь 150 доната. За прохождение второй главы ты получаешь 2 скина на Глок. За прохождение третьей главы 2 скина на Дивил. За прохождение четвертой главы ты получаешь эксклюзивный Lexus ISF и Mercedes 190E, то есть это 201 кульзов Evolution. За прохождение пятого ты получишь два скина на Калаша, шестого два скина на М, седьмого два скина на ВП и восьмое, это самое желанное, это Ferrari FXXK, Lamborghini Invencible и Hennesse Vino. Мне кажется, Ferrari здесь самая желанная и самая дорогая будет, а самая дешевая, скорее всего, Hennessey, потому что, ну, она не на хайпе. В принципе, по призам прикольно, но раньше было пять глав, сейчас восемь. Посмотрим, как люди будут быстро это проходить, но то, что я знаю, что шестеренки, порохи, пружинки, пацаны, все, кто держал эту крипту, сейчас она взорвет. Значит, приехали мы в казино посмотреть на новые видосы на стенах, они тоже обновили, кастомные сделали, ну, прикольно выглядит. Будет интересно, как они будут меняться, когда кто-то будет крутить колесо. Кстати, колесо тоже обновили, чего? Новые значки, новые значки появились. Нет, пятьдесят тысяч, обои никак не взорвались. Кстати, 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 они же добавили новый особняк наверх казино. Его, конечно же, купили. А, ну, конечно же, Гарас купил. А все прекрасно знают, как он потом и кому он продастся. Можете написать в комментариях. Может, кто-то не шарит. Ну что, ребята, вы дождались. Самое главное в этом обновлении, это эксклюзивная система винилов, которой нет ни на одном сервере GTA 5. Насколько я знаю, может, уже есть, потому что я не особо слежу за серверами GTA 5. Но, по идее, это реально первый сервер, который добавил эту систему. А, кстати, мы же теперь можем радар поставить. Вот где-то здесь радар-детектор стоит, он стоит 500 тысяч. Но 500 тысяч он стоит, я так понимаю, в зависимости от стоимости автомобиля, как и другой тюнинг. Поэтому давайте достанем какой-то более дешевый транспорт и на него попытаемся поставить. Так, все-таки, сколько же будет стоить радар на компендос? А, 500 тысяч рублей. Окей, значит, это фикс прайс, потому что в ченжлогинге на скриншотах было написано 600 тысяч. Я подумал, это как и с другим тюнингом, да? Но нет. Они, кстати, добавили новые диски. Давайте тоже их посмотрим. Короче, они добавили 20 новых дисков. Значит, есть Power Wheels. Это диски от HPC, они считаются. Вот. Как-то так они выглядят. Вот эти прикольные. Вот это просто в наглую спиженные шарьи. Также ROG, AL-13 и Vena. Новые диски. Ну что, ребята, вы до этого дождались? Необходимо подождать. Наши мододелы уже адаптируют. Что? Стикеры для данного теста. То есть не на все автомобили сейчас есть винилы. Are you serious, man? Начало не добавить винилов? Окей. А, Cullinan. Я так понимаю, сейчас пацаны просто свайпают, да? Винилы. Стоп, а на какие автомобили тогда есть винилы? На новые только или что? А, а Cullinan где? Окей. Окей. Ну, на Lexus мы должны добавить, ну ё-моё. Ну, конечно. Конечно же на Lexus и не добавить. Отказ от ответственности. Дисклеймер. Я надеюсь, здесь не будет такой цензуры, как на Радмиревом-то, что нельзя делать 18 плюс винилы и можно будет разрисовать щавель. Нам нахер не надо. А вот персик или ракушку. Welcome. Значит, винил студия. Как-то так она выглядит. Значит, есть у нас кнопки перемещения винила. Ускорить. Курсор. Менять слои. Позиция. Масштаб вращения. Цвет. Меркально. Так, а где добавить? Ребята, мне кажется, я забагал. Ну что, ребята, я удалил графический мод. Давайте заедем посмотрим, изменилось ли что-то вообще. Я надеюсь, что изменилось. Потому что, если это не помогло, то это будет, конечно, такой мэм. Как это пофигзить, я понимаю. Ребят, может у него спросить. Может махнёмся Rolls-Royce, что он скажет. Не, ну это бред. Ребята, это бред. Это бред. Но я хотел видос записать. Ну почему? Ну почему спустя месяц я даже видос записать не могу? Да ёптвою мать. Ребята, что я только не делал. И перезаходил на сервер. И полностью перезапускал ПК. И просмотрел целостность файлов. И удалил графический мод. Включал и выключал ускоренный рендеринг. Даже сегодня ночью я специально отложил видос на сегодня, чтобы скачать чистую GTA. Установил тоже не помогло. Перекачивал кэш сервера тоже не помогло. Я не понимаю, почему меня крутит винил. Если у кого-то такая проблема, думал, может после багфикса какого-то хз. Если у кого-то такая же проблема, напишите, как её пофиксили. Спасибо. Два часа я пытался пофиксить этот баг с винилами, ребята. Но так что-то и не смог. Поэтому давайте покажу, как она вообще выглядит. Вот скриншот. Знаете, что винилка доступна в любой студии, да? Клавиша управления сверху вы видите. Доступно 9 категорий винилов. Каждый слой стоит определенную сумму денег в зависимости от наклейки. На начальном этапе работы системы винил студии доступно 500 слоев на одну машину. А если вы хотите сделать, например, зеркальную наклейку, то есть это вам нужно 2 наклейки, то это стоит там что-то 100 тысяч. Сколько? Теперь в F3 также будет отображаться эта наклейка. Самое интересное то, что свои винилы вы можете продавать. Только они сделаны немножко по-тупому, потому что вы можете продавать винил со своего автомобиля только на другой такой же автомобиль. И при продаже ваш винил пропадает с вашего авто, а при покупке, если у вас уже есть винил, заменяется на покупаемый винил. При продаже вы можете самостоятельно указать стоимость для продажи. При покупке видите, сколько слоев на авто, какие слои и превью винил в виде картинки, развертки. Комиссия системы при продаже винила составляет 10% от желаемой стоимости. При продаже или обмене ТС через ЗКХ, винил переносится новому владельцу вместе с ТС. Если навести курсор на ТС в меню обмена, будет показано, есть ли винил на кузове или нет. Если открыть объявление в ТС, на котором есть винил, представлена визуализация этого винила в самом низу объявления. Ну вот, например, есть М4 с винилом Off-White и Two-Face, да? На данный ТС присутствует винил. В превью ниже. Битая картинка, это означает, что неправильно указан путь к этой картинке. Окей. Может, еще где-то есть? Здравствуйте. Короче, ребят, прошло уже более двух часов, я так и не сумел зайти в винилку. Давайте поэтому поедем сначала. Как сначала? Просто посмотрим автомобили, и если я все-таки смогу зайти в винилку, то мы посмотрим. Если нет, то я найду скриншоты, либо вид... ТОС! Ебать, я красиво пролетел. Залетают только бывшие, ауф. Отправляемся в автосалон. Конечно же, лучших автомобилей на этой планете. Под названием BMW, как бы. Больше буквы не надо, чтобы называть этот прекрасный автомобиль. Значит, у нас появился BMW XM. 20, хотя почему он такой матовый? Стой. Почему реально такой матовый? Можно цвет кузова поменять? А, может из-за того, что у него как бы стиль такой в жизни, что он матовый, или нет? Нет, мне кажется, это хуйня. Цвет салона, так понимаю, это вот эти полоски, да? Вот такие, они любят вот... Вот такой цвет там есть. Что-то типа такого. Ну и колхоз. 330 км в час за 23 ляма. Комфорт бизнес с обвесами. Ну, если честно, он мне не особо заходит. Дальше. BMW M760 2023 года. Новая BMW 7. Интересно, экран вылазит с крыши или нет? Может нет, потому что это M760. 300 км в час, 80 литров бак, 3 места посадочные. Почему 3? 15 миллионов. Не, семерка прикольная. Очень много сейчас на ней ездит, плюс у нее решетка светится. Прикольно, прикольно. Как писали челы в дискорде, вы сейчас должны охереть от цены на марк. Время, на чайник, извините. Чайзер, сотка. 4,5 миллиона рублей за чайник, который едет 275 на велюр-салоне, кстати, прикольно выглядит. Я понимаю, что это Таур, типа чайник, легенда, вся хуйня, но 4,5 миллиона. А марк тогда, подожди, марк сколько стоит? Марк 750, второй, 90, блядь, 500 тысяч. Это конкурент, ну это не конкурент, это, блядь, на одной же базе сделано, плюс-минус. 4,5 миллиона, ёптвою мать. Вот мне реально очень странно, почему они решили GTR добавить в автосалон, а ISF добавить в батл пасс. Это бред, потому что это выглядит намного эксклюзивнее, чем ISF. И ISF это народный автомобиль, может они сделали ставку на то, что народные автомобили все его захотят и купят БПшник, то, мне кажется, так не работает. Новый GTR, который, я не знаю, он в жизни еще не представлен, есть там 2 или 3 прототипа, видел, на треке гоняет, на таких, на бронзовых. Ну, такое, если честно, но есть черты GTR, да, с Матера, кстати, GTS, блин, прикольно сделали. За 30 миллионов, 345 километров в час. И в черном цвете вообще выглядит, как реально Бэтмобиль, очень бомбический, что это за лабуда на крыше только, что увидел. Но, частный ЗОС эконома, серьезно, блядь, за 30 миллионов автомобиль, спорткар, который 345 едет и эконом. Да, блядь, тяжело. Пока мы отправляемся к последнему автосалону, где присутствует автомобиль новый для обычных смертных, я вам расскажу, что еще добавили. В принципе, по автомобилю мы посмотрели все, я рассказал, какие в Хейсе, какие в Баттл Пассе, но добавили еще 2 новых автомобиля в полицию. Это 911 Porsche и AMG GTR, тоже полицейский, они тоже там форсированные максимально. Вот, и сюда добавили RS-Q3. Желтый RS-Q3, такой черненький, ну как черненький, Shadow Line, вся херня. 10 мест, багажники в 275 километров в час и 7 миллионов стоит. На любителей Ауди, ну, я бы не взял. Кстати, RS-Q8, пусть RS-Q3, капец какой большой. Стоит всего лишь на 2 ляма дороже, едет быстрее и выглядит пиже. Ну что, ребята, у меня, в принципе, на этом все. Вот такой вот видос вышел, вот такое вот обновление на осмотр Рэйдж. Как всегда, сразу много багов, сервер не выдерживает, хост не держит большое количество игроков. То есть, чему я это, что сейчас массово пропадают текстуры, не клеятся винилы, они тупо не открываются. Некоторые люди с лавыми компами вообще не могут зайти на сервер. Поэтому, как-то так. Подписывайся на канал, может здесь еще будут выходить ролики, я не знаю. Колокольчик, чтобы вдруг новый ролик выйдет, вы об этом узнали. На самом деле, несколько роликов записаны еще 2 месяца назад, но я никак не могу их смонтировать и выложить. Будем прощаться. С тобой, Байлевен. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok